И так, мои дорогие, и так, мои дорогие, добрый день! Не думал, не гадал, не ждал, что вернусь, но как бы вернулся, вернулся вот для чего. Мой сын Кирыч попросил меня записать для него ролик по игре Mount Blade 2, который я сейчас для него и запишу. Заранее прошу прощения, если чего не так. Играю в эту игру только второй день, еще не разобрался. Не понимаю, не знаю еще всех тонкостей этой игры, но буду стараться ее осветить, так сказать. Не уверен про то, что буду записывать прохождение, но если попросят, сын, запишу. Значит, вот у нас экран выбора персонажа. Значит, сразу хочу сказать, вот тут вот, вот это вот. Это значит, потому что, блин, турки, создающие эту игру, не выпустили русификатора. Поэтому русификатор пришлось скачивать отдельно. Вот. Ну и перед нами выбор культуры. Ну или без культуры. Значит, тут есть всякие ребята с параллелями в реальной истории. Вот в Ланце, я не знаю, кто это такие, но, судя по всему, это что-то, вот, судя по картинке, священной Римской империи, да. Стурги, судя по картинке, это норды, аскиманы, скандинавы и прочие мои любимые народности. Значит, имперцы, это Рим, насколько я понимаю. Вальсераи, это Ближний Восток, Египет, Африка, там, прочее. Кузаи-то, это Великая Степь. Очень хорошая культура, конечно, да. Я бы за нее играл, но, так как мой канал называется Хельгия РФ, и я обожаю скандинавов и все, что с ними связано, я буду играть за стульгов. Да, еще забыл. Батанцы, это вот какие-то, я не знаю, кто это такие вообще, на самом деле, и с кем их ассоциируют. В лесу живут, короче говоря, партизаны. Ну, а мы начинаем играть за стульгов. Так, вот здесь вот вы можете все прочитать. Я читать это на микрофон не буду. Самое главное, на 20% меньше штраф к скорости от снега. Не знаю, что это означает, но, видимо, у них лыжи, санки, поэтому они по снегу быстрее передвигаются, чем те, у кого нет ни того, ни другого. Значит, поехали, продолжим. Тут у нас такой вот парняга. Его можно как бы настраивать, но так как он в игре будет виден в основном со спины, то есть не вижу никакой вообще надобности в его настройке. Единственное, что, так как мы играем за северянина, значит, мы ему сейчас сделаем типичный такой подчасон. А это еще круче. Такой типичный викинг, что. О, а это еще смешнее. Это типичный викинг, который сходил не к тому парикмахеру. Так. Значит, берем вот это вот. Тут всякие усята, бородята. Значит, возьмем ему такую вот нормальную бороду. Чтобы не стыдно было перед пацанами. И продолжим. Так, вот тут очень все, очень все сложно, запутано, но надо отнестись к этому всему с надлежащим вниманием, так как от этого зависят те навыки, которые мы получим прямо при выходе в игру. Я вот долго думал брать двуручную секиру, но не буду этого делать, так как все-таки секира это воин второго ряда. Встрое скандинавского, то есть стены щитов, это тот, который хранится за спинами боевых товарищей. И так неожиданно так хрясь, хрясь по башке. Ну, в общем, не особо интересный персонаж. Да и в дуэли поначалу будет очень и очень сложно. А дуэль тут есть. Тут есть такая фича, как арены. И на аренах ты можешь заработать или деньги, или очень хорошие предметы, естественно, за победу. И там без щита достаточно сложновато, в общем. Поэтому будем брать одноручника со щитом. Лук у нас будет дополнительной опцией. Так как из лука я еще стрелять здесь в игре не научился, да и в реале тоже очень не умею. Все как-то больше из автоматического оружия приходилось. Значит, давайте закончим с лирикой и перейдем к выбору. Значит, смотрите, ваши родители были. И тут у каждого выбора есть вот своя такая вот история и список предлагаемых навыков за эту историю. Значит, смотрите, здесь вот 10 очков навыка для навыков верховая езда и двуручная. Не верховая езда, не двуручная нам даром не сдались. Так, городскими они были. Так, здесь у нас торговля и тактика. И одно очко для атрибута хитрости. В принципе, вот неплохой вот этот набор, да, но так как мы хотим получить, то есть я хочу получить на выходе такого товарища, который умеет махать отцовской сабелькой, поэтому мы идем дальше. Свободными крестьянами. Древковое. Древковое это копье. Ну, атлетика это всегда полезно, да? Вот она, атлетика. Физическая подготовка, скорость и равновесие. Ну, то есть по пьяни он будет меньше падать вообще на самом деле. Если равновесие ему вкачать. Так, нет. Вот, это нам не интересуют городские ремесленники. Значит, вот смотрите. Эти ребята, эта семья, дает вам ковку и прибавок к одноручному оружию. Плюс еще они дают вам одно очко для атрибута интеллекта. Ну, в общем, мы совершенно тупого дяденьку делать не хотим, поэтому в принципе я вот сейчас сюда еще раз вернусь, потому что я буду брать именно это. Но покажу вам, что еще есть. Вот партизаны. Семья партизан. Из очень-очень глубокого деревянного леса. Значит, дает разведку и лук одно для атрибута силы. В общем, ерунда. Так, вот здесь бомжи. Плутовство метательное, одно очко для атрибута ловкости. Нет, бомжей мы брать не будем. Короче говоря, я считаю, что и ковка, и одноручная нам тут подходит гораздо больше и лучше, чем все остальное. Продолжаем. В детстве вас ценили. Поехали смотреть, за что нас ценили в детстве. Так, для лидерства и тактики одно очко для атрибута хитрость. В принципе, очень неплохо. Так, здесь вот двуручные метательные, которые нам даром не на... А вот здесь вы были быстрым и внимательным таким. Быстрым-быстрым, шустрым таким. Шустрил вообще по карманам там. По соседям и прочее. Вот здесь он дает нам атлетику и одноручное. И одно очко для атрибута ловкость. Любовь к числам. Инженерия и торговля одно для интеллекта. Но не дает ничего к оружию. Обаяние. Такой милый мальчик такой. И для харизмы дает. Любовь к животным. Верховая езда и медицина. Не, в общем, короче говоря, мы берем, естественно, то, что нам будет давать на выходе сразу. Атлетику и одноручную. Продолжаем. Взрослевые проводили большую часть своего времени. Тренировочная площадка городской стражи. Арбалеты тактика. Это не нам. Десять очков. Вот. Полтовство и одноручные. Одно для атрибута хитрости. Вот это нам больше подходит. В доках и на стройплощадках. Он студентом был. В стройотряду ездил. Атлетика и ковка. И одно для силы. А это тоже не кисло. Так. На рынках. Караван, сараях. Торговля и обаяние. За чтением и в учебе. Нет. Ну, это явно не наш метод. Так. Работая в конюшне. Надеюсь, не лошади. Так. Поэтому мы берем полтовство с уличными бандами. Да, да, да. Это, во-первых, и близко к действительности. И дает нам полтовство и одноручное. Продолжаем разговор. Так. Выросли и росли. Мир вокруг менялся. Так. Дальше. Что нам дает это? Вступили в гарнизон. По получению 18-ти ретия. Так. Лук и инженеры. Даром не нать. Разведчики. Верховая езда и лук. Даром не нать. 10 очков навыка. Тренировались с пехотой. Метательный лук. Стали охранником. Ну, в общем, понятно. Будем тренироваться с пехотой. Оно нам, конечно, даст лишнее. Древковое. Ну. Главное то, что одноручное даст. Продолжаем. Так. Прежде чем оправиться в жизнь, полную приключений, вашим самым серьезным достижением стала победа в дуэли. 10 очков навыка. Одноручная, дворучная. Сила. Плюс один для дубль. Ой, 20 известности. Кстати, 20 известности это не кисло. Нас все узнавать будут. И боятся. Заранее. Так. Спасение. Квартал от пожара. Тактика и лидерство. Хитрость. Удачное вложение. Так. Торговли. Ковка. Осада. Лук и арбалет. Искусный побег. Истинная честь. Не-не-не-не. Не хочу быть милосердным, великодушным и благородным. Так. Одноручная, дворучная. Для доблестной. 20 известность. Вот пускай лучше нас все боятся. Продолжим. Так. Значит, тут, короче, пишется про то, что они куда-то там ломанулись. В Москву местную. Короче говоря. Из Бердянска своего. Ну, и кончилось это все, естественно, плохо. Родители убили. Они остались вместе с братом. Плюс еще в активе то, что у них похитили сестру и брата. Так. Начинаем смотреть, что нам можно взять. Так. 10 очков навыка. Одноручная и атлетика. И сила. Так. Стрелами отогнали лук. Тактика. Даром не нать. Верховая езда и разведка. Даром не нать. Путовство и тактика. Вот это неплохо. Но. Опять же, мы можем это потом прокачать. Поэтому мы берем одолели налетчиков в дуэли. Получаем одноручная и атлетика и одно очко для атрибута сила. Продолжаем. Так. Волдрат. Такое хорошее. Симпатичное скандинавское имя. Не знаю, откуда их взяли. Так. Ну. Мы, соответственно, берем свое любимое имя и продолжаем разговор. Так. Так как я, в принципе, не гонюсь там за рейтингами, тыры-пыры-тролевали, я буду играть на очень легко, потому как еще в эту игру играть не научился. А, и вот даже поставим автоматическое распределение навыков членам клана. Пускай автоматчиками будут. Так. Начать игру. Вот. Что мне очень понравилось в этой игре, тут очень классные заставки, картинки для заставки. На самом деле, огромный респект художнику, который это все делал. Смотрится это с удовольствием. Так, значит, здесь мы читаем про то, что пошли потренируемся, поджимаемся, поподтягиваемся. Не-не-не, у нас на эту глупость времени нет. Пропускаем обучение. Ну, те, кто хочет, можно зайти там пообучаться. Сколько надо? Так. Так, уходим с востока. Так, определить имя своего клана. Ну, так как у нас план всегда был один и тот же. Мы будем халейгами. Есть такая народность в северной Норвегии. Так, дальше. Берем, естественно, кабана. По вполне понятному причину. Так. И вот мы с вами в игре. Нам еще какое-то задание тут сунули. Я до сих пор так и не понял вообще, что тут надо делать. Восстановите свой клан. Здесь надо там, кстати, короче говоря, ну тут еще все понятно. Нанять спутников, там тыры протролливали. А вот это что-то такое? Я не знаю. Ну, будет время, будем выполнять. Дальше. Так, смотрим дальше. Ребят, вот смотрите. Вот это такой континент нам выдали, да? Непонятно, почему местная Москва у них находится. Хереный где? Значит, наши пацаны находятся на севере. Земляки наши, так сказать. И нам к ним надо добраться как-то. Потому что здесь шакалить можно, конечно, но не особо интересно. Дальше. Переходим в навыки. И начинаем смотреть, куда нам что вложить. Одноручные. Вот, 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 вот. Видите, сколько нам одноручных навыков дали. Не зря мы вкладывались. Так, чувачьего урона одноручным оружием увеличен на 4%. Так, я говорю, да, 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 да. Спасибо, вы способны пережить больше других. Плюс три к очкам здоровья. Нет, давайте-ка мы вот этим возьмем. Так, вот это, конечно, тоже очень неплохой талант. Плюс три к очкам здоровья. Но нам сейчас надо научиться быстренько, быстренько, быстренько убивать. Так, налетчик. Скорость атаки одноручным оружием возрастает на 4%. Соответственно, берем и ее. Бей щитом, рубим мечом. Удар щитом наносит на 50% больше урона. Так, так как мы будем со щитом... 50-й удар щитом. Не-не-не, давайте скорость атаки берем. Так, вот видите, у нас еще двуручная тут попалась, древковая. Так, лук. Можем вложить очки. Но так как лучник из нас еще тот, мы сюда вкладываться не будем пока. Так, атлетика. Вот это вещь, атлетика. Но пока она у нас не качается. Вот видите, что написано? Сражайтесь пешим, и также пешим передвигайтесь по глобальной карте. Вот научиться бы еще по глобальной карте пешим передвигаться, и цены бы мне не было. А то, что сражаться пешим, мы так и этим будем заниматься. Так, обаяние. Так, тактика. Лидерство. Значит, смотрите. Д-д-д-д-да-да, короче говоря, насколько я понял, насколько я понял, от лидерства зависит размер отряда. Или от тактики. Офигеть. Давайте все-таки лидерство вложим. И в тактику. В тактику пока не сможем вложить, да и хер бы с ней, с этой тактикой. Значит, вот мы тут, бедные несчастные, в количестве одного хегги оказались хер знает где. Значит, тут есть вот такие вот деревеньки, да? У командира. Так, ну так как мы с ними отношения не испортили, в принципе, можно на его счет не переживать. Значит, смотрите. Здесь есть вот деревеньки, да, маленькие. В них особо ничего нет, но тут есть квесты, которые можно брать. Во, моя самая любимая картинка в этой игре. Прям такие характерные, скандинавы. Так, будем вежливы. Я Хельгия, кто ты? Кто ты такой? Не, у меня зовут Хельгия. Будем вежливы. Так, поговаривают помощь. Они собрали... О, стадо отогнать. Это самый классный квест, который я научился выполнять, умею выполнять и люблю. Тут все, что нужно сделать, отвезти Атару в другой... Ну, или там... Атару, Табум в другой город. Так, направляетесь на Аммита... Тсис? Господи боже. Можете заодно пригнать наш скот к Джеменону токарю. О, токари уже тогда были. Так, вам помогут некоторые крестьяне. Материально, надеюсь, помогут. Так, может, другой способ. Так, вот этот дебилизм, конечно, это еще не очень хорошо переведено. Не беспокойтесь, доставлю я ваших овец. Значит, тут смотрите, тут можно вообще на самом деле по деревне погорцевать, на крестьянок посмотреть. Ну, в общем, короче говоря, мы этим заниматься не будем. Мы просто уходим. Так, и еще... Значит, нам тут нужно нанять людей, потому что в одиночку бродить здесь не рекомендуется. Во-первых, не сможем напасть на других пацанов. Во-вторых, от других пацанов можем огрестить неслабо. Так, значит, людей наняли, купили товары. Покупаем товары. Значит, у нас есть с вами 7 мешков зерна, а 12 овец это то, что мы должны пригнать. О, кстати, наш перец, смотрите какой. Молодец. Так, значит, зерно мы покупать не будем. 7 мешков зерна, это нам за глаза вообще на самом деле. Так, уйдите. Квесты. Значит, тут есть такая полезная фича. Вот квест читаешь, да, и тут выделено. Кому? Токарю. Не путать. Фрезеровщику отдадите, а токарь обидится. Так, вот здесь вот нажимаешь на город, да, и ставишь следить. Амиастис. Вот он выделяется, он, видите, сверху. Так, ты где? Значит, вот сюда нам нужно перегнать. О, стопы. Стопы. Давайте вот этим вот пацанам звездюлей навесим. А чё они вообще? Вот. Какие лица. Агрессивные. Неадекватные. Видимо, похмелиться не дали. Так, бейся со мной. Так, и здесь в атаку. В атаку. Теперь самое главное. Наш персонаж изначально сидит на лошади. Нам это вот абсолютно даром не нать. Нет, не можно. Так, тактики нет, значит. В общем, надо срочно тактику изучать. Так, встанем тут за ёлочку. Чтоб по нам хулиганы камнями не бросались. А, да. Тут команда на атаку. Значит, у нас с вами ничего нету. Ни щита. Ничего. Итак, у нас всё в порядке. Мы тут всех победили. Всех наказали. Пацаны ликуют. Я тоже. Значит, выходим отсюда. Битва выиграна. Опять никто опыта не получил. Ну, зато получили двух пленных. Пленных можно продавать на рынках. Или брать в отряд. В принципе, вот этих вот ребят, южам, да, которых мы сейчас берём, они бестолковые, в общем, в принципе. Их, как бы, да, из них получится хорошая такая римская пехота при прокачке со счетами. Для начала пойдёт. Но потом, наверное, лучше брать только северян, чтобы соответствовать духу и времени. Так, продолжаем наше путешествие. Путешествие. Ломит тасис. Значит, скорость прибавляем. Тут наше здоровье. Вот, смотрим, важные всякие эти науки. Да, вот, 31 жертва у нас. С жертвой у нас всё ништяк. Так, ищем, где у нас тут этот токарь. Ага, вот он, токарь. Идём к нему. Не пойму, почему так долго грузится. В принципе, машина нормальная. Не знаю, в общем, нет разумных объяснений. Так, вот. Здорово, токарь. Меня зовут Хильгель. Так, поручение. Мой друг, там наш общий друг уже. Со мной 12 голов овец. И с ним улучшилось на 5 взаимоотношения. В принципе, если бы я здесь оставался бы, то имело бы смысл качать. Так, нанять людей. Смотрим. Люди нам нужны. В пределах 15 человек для начала. Так, отправиться на арену. Так, тренировочный. Так, вернуться в центр города. Пока здесь боёв не производится гладиаторских. Так, торговля. Значит, всю эту шнягу продаём. Так, зерна не продаём, соответственно. Значит, всё продали. Железная спата. Железная спата нам не нужна. Так, можно ещё тут ковать, кстати говоря. Нам пригодятся наши навыки кузнеца потом. Для того, чтобы ковать себе всякую, всякое разное. Так, стоп. Так, у нас поручений тут больше нет, здесь никаких нету. Не хотят они нам ничего поручать. Да и фиг с ними. Мы на родину ломанёмся. О! Родные дракарчики впереди. Вот туда мы и пойдём. Спокуха. Значит, всё тут достаточно интуитивно понятно. Значит, нас 11 человек. На сундук мёртвеца. Так, динаров заработали. Значит, что-то мы тут выполняем. Вон впереди местные пацаны. Количеством 41 штука. В общем, естественно, по началу игры мы ни на кого тут особо нападать не будем. Наша задача вернуться домой, обзавестись поселением, заработать бабла и веселиться по-всякому. Так, а чё это я не ускоряюсь? Вот чё значит, вот чё значит вообще на самом деле играть в игру второй день. Так, давайте вот сюда ещё заедем. Стопэ. Вася, давай сюда. Попросить разрешение. Открыли. Лорды. Вот тут лорд сидит. Ни одного полезного предложения из меню я не вижу. Гулять по местным замкам в качестве туриста никаких денег не хватит. Так, значит, смотрим. Нанимать людей. Нам нужно четыре человека. Раз, два, три, четыре. Этого нам этого нам хватит за глаза. Так, вот. А вот зерна можно прикупить. Так как у нас на руд прибавилось. Вот семь штук. Готово. Значит, смотрим, чё у нас чем нас может заинтересовать какой-то баллаос из гиопалиса. Поговорим. Так. Хильнин и Сир поговаривают. У нас есть небольшой спор с Ресос. Пасти скот на близлежащих поднях. Не-не-не-не-не-не. Это нам не нужно. Врезать в местные разборки себе дороже. Жить мы тут не собираемся. Уходим. И скачем вон в местный в местную столицу областного уровня. или районного. Фиг их знает. Так. Одна арена. Опять же, зря я это сделал. Войти на арену это вот сюда вот подойти. Поболтать вот с этим чуваком. Он, кстати говоря, рассказывает про то, где тут происходят гладиаторские схватки. Полюбоваться вот мы колонаву. И уйти отсюда нафиг. Так. Вернуться в центр города. Значит-то. 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 Пойдемте, пройдемся в таверну. Так. Продавать всех пленных мы не будем. Или продадим. А давайте продадим, а? Так. 10. 1, 2, 3. Так. Нет, не будем пока продавать. Вернуться в центр. Пойдем к таверне. Тут нам предоставляется возможность нанять какого-нибудь спутника, который можно будет гонять за место себя на всякие разборки там. Заставлять заниматься хозяйством, пылесосить, выносить мусор. Так. Здесь я что-то никого не вижу. А они вон лифрис чернозубый. Во-первых, не чернозубый, а афроамериканско-зубый. Что это за бестактность такая? Так, горожанин. А, он там прячется. Так, давай поговорим. Мир вам, мир нам, в общем, каждому по миру. Так, меня зовут Хильгий. О, я тебе все расскажу. Какая-то, когда-то у меня была неплохая жизнь. Ну, в общем, обычно ля-ля-ля, жу-жу-жу. Вот он пьет тут вообще. Давайте его возьмем. А, 2000 голдаун у нас просит. Нифига. Над. Нет, такой спутник нам не нужен. Так, продать всех пленных. Продали. Значит, пленных мы продаем в тавернах. Это закон. Так, вот нас 15 человек. Отрядик наш. Никого. Да, вот здесь вот можно просматривать, когда нажимаете. Вот, стоп. Во что их мы можем превратить? Имперский пехотинец, вот как я уже и говорил, имперский лучник. Давайте-ка пока сделаем имперских лучников. Они нам очень пригодятся. Так, вот мы прибыли к себе. И начинаем тут жить. на север я имею ввиду к себе. Так, тут шапочка, курточка, пуховичок. Так, готово. Ничего они нам давать не хотят, никаких заданий. Пойдемте, значит, тогда бандитом наваляем. значит, когда ты наваливаешь бандитом, у тебя автоматом улучшается, во-первых, твоя харизма, во-вторых, известность, и в-третьих, взаимоотношения с торговцами, которых эти вот самые бандиты обижают. задавайся и умри. Да, да, да. Давай-ка в атаку. Так, первым делом спешиваемся. Вторым делом нажимаем и отправляем ребят в атаку. Так, а что они не отправились-то? Естественно, форвард. Так, вот смотрите, вот у нас есть лучники. А, так они уже что? Что-то я не понял, почему у меня ничего не работает. А, это как-то шлучники у меня стоят. Непереводимый фольклор. Все, мы как-то всех порубили чудом. Вот, ребята, я как бы не настраивал, к сожалению, управление. Из-за этого у нас случился технический кризис. Пришлось делать вторую часть прохождения. Потому что, к сожалению, у них тут почему, то есть, не к сожалению, почему-то у них здесь вот это управление дублируется. То есть, вот такой F1, а у меня F1 на запись стоит. Поэтому очень здорово я налетел. Так, вот, смотрите, наша пехота начала получать опыт. и даже четырех грабителей взял в плен. Так, что, кузнечный молот. О! О! А, не, него. Так, рубашка прибей. Я, прошу прощения, я предупреждал про то, что я вот только учусь играть. Так, пошли в замок. Так, никто нас еще даже не хочет раганваду. Раганвад. Так, уйти. Значит, вот он, местный север. Здесь мы, так сказать, будем жить. северные города еще вот тут есть. Вот тут есть. В общем, тут разные фракции, которые, как обычно, с другом воюют. Так, Ой, стой, 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 родной. Стой, давай-ка мы тебя обидим. Не по-детски. В общем, из-за того, что в этой игре кнопки назначены таким образом, что я из-за этого или записываю, кстати, выхожу из записи, понаделал я всякой фигни. Так, в атаку. Так, спешиваемся первым делом. Дальше нажимаем F1 и F3. А F3 у нас не нажимается. А, во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. А че, собственно, F2, F3 в атаку. Жму F3. Да. Ну, круто, блин. Вот таким нехитрым образом я испортил первый стрим. Фустрим, первую запись. Че-то я нихера не понял. так, прошу прощения, чую, придется эту запись переделывать. выбрать приказ 3. Готово. Так, ну че, пробуем. вот Кирч зазря натку выгнул из комнаты. Для того, чтобы тебя ролик записать, прости. так вот, теперь все работает, из-за того, что я переставил кнопки. Жуть какая-то. все, наши ребята всем успешно понавешали без моего участия. мы даже какую-то известность получили. Всенародную. Так, чего тут у нас говно, 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 но все равно берем, не пропадать же добру. Все продадим. Начится замок. Пойдемте в замок сходим, что ли. Приблизиться, попросить, продолжить. Так, он местный этот товарищ. Так, но он нас на службу не возьмет из-за того, что мы никому вообще неизвестны, в общем, мы никто и звать нас никак. Так, имперский, так, 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 теперь делаем нормальных имперских солдат. Так, новобранец, имперский лучник, можно улучшить тоже. Готово. Вот сейчас у нас более-менее нормальные пацаны появились. так, пойдемте этому теперь навешиваем. В общем, тут такие долгие погони за счастье семейным. Так, догнали козлов. А у вас, козлов, я попрошу остаться. Так, ребят, стоять, смотрите, смотрите еще, для того, чтобы спрыгнуть с лошади, нужно, чтобы она тут стояла вообще на месте. Так, ну, а так, вон, какие у нас пехотинцы теперь красивые. Вон, и лучник один какой красивый вообще есть. Имперские пехотинцы, кстати говоря, швыряются купами. Так, вот, против моей шашечки он не смог устоять. Так, ну, можно еще. Так, а у меня и лука нету. Бедный я вообще. Так, ребят, давайте, давайте, давайте. Бегать за ними я не хочу. А, почему не хочу? Буду. Вот этого атлетика растет. Не испанский футбольный клуб, а моя атлетика. Бицепсы, трицепсы, косые мышцы спины, пресс. Так, ну, о чем бегать мы больше не будем. Так, у нас один еще получил. Молодец. Молодец, получил экспу. Так, еще один кузничный молот. Так, зырим. имперский лучник, имперский новобранец, имперский пехотинец, имперский лучник. Так, мы, кстати говоря, можем принять, не, они пока к нам не хотят присоединяться. Брезгуют нами собаки такие. Так, ну, пошли вот в этот замок сходим, раз нас местные не хотят никуда принимать. Может, эти нам что-нибудь дадут? Какое-нибудь задание хорошо оплачиваемое. Так, приблизиться, эти тоже не хотят с нами дружить. Так, не хотят идти в темницу. Сами понимаете, неохота. Так, приблизиться к воротам. Так, здесь вообще никого нет. Остановиться, отправиться в путь. Уйти. Так, зырим. Чем нам еще можно заняться? Так, купить товары. Ну, во-первых, не купить, а продать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сливочное масло. Нет, сливочное масло мы тебе не продадим. Так. Так, купили здесь это. Зерно. Будем гнать. Так, здорово. Здорово. Так, вот нам тут дает квест. Хочет с нами поговорить. Ну, давайте поговорим. Лагерь группы дезертиров приходит каждые несколько недель и требует у нас жратвы. Так, пошлите одного из ваших лучших спутников с опытными воинами 10 на 7 дней. Если у вас нет времени. Не, пожалуй, у меня... Так, не понял. Так, помогу вам в бою. Уйти. Так, и что нам тут надо сделать? деревню подождать в Можадане, пока дезертиры не придут. Ну, давайте подождем в Можадане. А, вот они. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ты смотри. Так, ну-ка, ребят, смотрим. Смешно, да? Я вообще грешил на то, что тактики нет, приказа не могу отдавать. Все есть. Просто кнопки надо было переставить. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, обаяние. Так, обаяние надо качать. Будем чертовски обаятельными. Так, атлетику тоже будем качать. Верховую езду качать не будем. Так, лук нам доравненный. Так, погнали. Вы куда, ребят? Куда вы? Все, попались. Попались. Так, слазим с лошадки. Бежим к пацанам. Кричим. И вон наша пехота пошла. По мне какая-то тварь попала. Так, ништяк. тут самое главное еще не отхватить, а то видите, сколько у нас здоровья. Так, наших не погибло, интересно. опыт покачали. Так, получили известность и получили мораль. Так, вот, лучник нам попался. Стургский. Хорошо, берем. Так, о, 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 топор галосаксо. Галло глазок. Извините. Берем по-любому. Широкий протазан. Мне всегда нравилось слово протазан. Про тазан. Профессиональный таз. Так, одеваем. Нам тут выдали копье. Это мы продаем нафиг. Так, а вот еще северный кавалерийский каплевидный щит. Не шит, а щит. Так, это мы тоже одеваем, между прочим. Так, рваные нарукавники. Так, шарфик. Шарфик мы тоже берем. Так, у нас шарфика нет. Живем мы на севере, одеваем. Так, перчатки. Кстати, горные перчатки, они лучше, чем у нас. Лучше. Лучше. Броня. Броня для рук одеваем. Ботинки горца. Наша лучше. Горные поножи. Грубое горное седло. Очень грубый такой. Грубая жуть. Северное короткое копье. это, это, кстати говоря, наше и вот тут вот. А, не, оно хуже, чем наше. Значит, берем однозначно. Значит, вот мы тут выполнили этот квест. Теперь пошли в Мажадан. Мажадан. Вот он. Пошли сдаваться. так, зырим. Так, туркский лучник. Пойдешь к нам? А ты? И ты к нам не пойдешь. Обидно. Так, но зато мы можем имперского обученного пехотинца сделать. Это круто. Они, ребята, суровые. так, все. Где этот чудик иудик? Так, так, спасибо. Это пригодится. Да, это пойдет на развитие здравоохранения и детского досуга. Так, купить товары. Так, рабочие лошади, они нужны для того, чтобы на них возить всякое полезное. Поэтому продавать мы их не будем. Так, вот топор продадим, продадим, копье продадим, зерно не будем продавать. Обмотки, намотки, обводки и прочее. наверное, грубое горное седло. Седло-то почему у них грубое? так, уйдите. Можадан, пойдем еще вот в замок, не в замок, а в деревушку Форин сходим. Тут самое милое дело поначалу по всеми деревушкам ходить. Так, вот еще квестик. Земельный вопрос с Можаданом. что тут за земельный вопрос? Так, поговаривают помощь. У нас небольшой спор с Можаданом. Право по соединению не с Можаданом. мы ссориться не будем. Иди нафиг. Короче говоря, тут вот чего он предлагает. Он предлагает пойти и отнять землю у Можадана. А мы только-только с ними на самом деле хорошие отношения наладили. Зачем нам это? Так, охотник пойдешь к нам? Грабитель пойдешь? Пойдет. Один грабитель к нам присоединился. Так, пехотинец, пехотинец, лучник. Отлично. Так, один к нам присоединился из пленных. Приблизиться, поприветствовать стражу, продолжить, прогуляться по замку не хочу. Так, ну-ка пошли в крайний рог. В крайний в крайний рог. Сходим. Так, квест установить и клан. Так, надо будет нам на юг сходить. Что-то в этих замках мы пока вообще не можем ничего сделать, ни пленных продать, ни спутников нанять. Жуть какая-то. так, севур из кореннирога. дезертиры. Ну-ка сь. Так, хильги тыры-тыры-тролливали. Помочь. Ну, да, нам не помешало. Неподалеку отсюда разбила дезертиры группа. Так, как я могу вам помочь? Другой способ. Хорошо, я останусь, раз вы так настаиваете. Остаться здесь на некоторое время. Ага, вот и дезертиры. Вот они. Так, здесь мы, так, нам выберем набрать щелковый. Людей-то маловато. Вот, особенно хочу этого лучника здесь. он скотина, ну, как наружная. С таким видом к нам шли. Ну, типа, мы вам сейчас понавешаем. Только нас увидели и бежать. Кстати, хороший лут за них падает, за этих дезертир. Так, ребят, спрыгиваем с конясками. Чардж! А вон там еще командир на легком коне мчится. Так, ну-ка, дай копью. Угу. Пока тут отвлекался на всяких дебилов, блин, которые звонят, кому не попадим. тут все мои пацаны всех и убили. Хедшот словил чувачок. так, местный Чапаев свое отскакал. Так, оставшиеся враги бегут в ужасе. Вот хорошо, что бегут. Бег это вообще замечательно. Это столько здоровья. Так, о, еще вьючная лошадь. Вот смотрите, как здорово. Гарпун, питательное копье. Нафига он нужен. Так, северная меховая шапка у нас такая уже есть. Шарфик есть. Шарфик. Чего? Южный тонкий платок. Подбитые одеяния. Подбитые одеяния северяна. Интересно, кто их подбил. Так. Рваные наручи, горные перчатки, горные поныжи. В общем, не кисло мы взяли лут-то вообще на самом деле с этих ребят. Так, ну-ка, дезертиры. Сивур из крайнего рога. Короче говоря, значит, нам нужно в крайний рог. Мы сюда и направимся. Так вот, предпринимать враждебных действий не надо. Не надо, ребят. Это не нужно, это лишнее. Потому что тогда местные ярлы объявят вас вне закона на тинге и вас будут искать все буквально, способные носить в руках оружие. Так, спасибо, пригодится, 900 голда. Спасибо. Так, в общем, короче говоря, сейчас я еще одну битву запишу и выйду на всякий случай. Мне просто очень интересно получится ли соединить две части этого ролика в одну. и если не получится, то лучше по новой перезаписать, но как бы не сначала, соответственно. Так, купить товары. Зерно. Так, значит, гарпун нам нахер не нужен. Северная шапочка есть, шарфик есть, южный шарфик, платок то бишь. В платках мы не ходим. Ну, нихуя... А, о, подбитые одеяния северян. Броня одинаковая, пусть она чуть-чуть потяжелее, но зато для ног. Так, одеваем. Северная многослойная броня даром не нать, легкая упряжь. Легкая такая. Так, это хорошо, одеваем. Грубое горное седло продаем, сапоги продаем, муку прикупим. Готово. А то если не получится соединить, то получится... То есть выходит так, что я сейчас напрасно языком треплю. Крестьяне из Мажадана. Ой, стой, 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 стой. Стой, стой, там, там, с восклицательным знаком. Это, наверное, для выполнения квестов нужно было. Блин. Опять от меня убежала последняя электричка. Приблизится, просит разрешение продолжить. О, какое-то задание хочет делать. То есть хочет нам дать местный ярл. пойдем посвистим. Я рожа волк. Ну, то есть не симпатичный такой лицо. Так бы писал, я не симпатичный, я страшный мордом. Вот, а то рожа волк. Так, что такое безумие нереция? Великой битвы, армию, так, понимаю, понимаю. так, стояй. Морда страшная. Я с тобой поговорить хочу. помощь в деле. Устраиваю турнир в Амуре, ожидаю, что претенденты примут участие со всего коалевства. Это хорошо, турнир это всегда весело. Так, враг может под... Так, есть, так, конечно, я сам не мал шпионов. так, нужно поговорить в Амуре. В Амуре. Я найду того, кого вы ищите. Так, уйти. Амур. Славный город. Вот он. Значит, скачем туда. Так, по дороге. По дороге нам еще было бы здорово кого-нибудь набрать. Так, пойдешь к нам? Не пойдет. И этот не пойдет. О, закаленный разбойник. И этот не пойдет. Жуть какая-то. Так, не лучше ли нам пехотинцев прокачать? Ну, и лучников по совместительству. Так, погнали. Так, я как-то тут вчера выполнял подобное задание. Со всеми поговорил. О шпионам оказался местный ярл. И вот, значит, я такой на радостях выхожу из города. Он мне навстречу скачет. Я не посмотрел, сколько у него народу и напал на него. Смерть была героической. Так, ну, пошли, тут надо со всеми разговаривать. Квест нудноватый. ну, ну, что поделаешь? так, этот на шпионку не тянет. любимая любимая картинка прям. Вау. Так, я Хильги. Не видели? Так, безусловно. тыры-пыры-тры оливали. Так, теперь с этим. В общем, выяснится сейчас наверняка то, что это местный ярл безобразничает. что-то надо будет думать, как выполнить этот квест. Может, обратно прийти и рассказать все тому, кто меня послал. И тогда начнется великий, великий махач местных ярлов. Может, будет, кстати, поучаствовать за деньги. Так, хильги, шпионы, я всегда в поисках шпионов, особенно шпионок с крепким телом. Так, это кто такой? милый вешень. как. Жуть какая. Так, надо от него подальше держаться. Это он милый. Так, ну, естественно, там никто не сознается. Это то же самое, чтобы подойти к шпиону, настоящему спросить, ты шпион? Он скажет, конечно, да, шпион я. так, нам не сознался. Так, уйтите. Так, стурский новобранец хочешь к нам? Он хочет к нам. Стургский разбойник. Стург не хочет к нам стургский разбойник. Вот они как бы перерастут в стургского воина или в тургского стургский разведчик. Такие делаем. Северяне нам подойдут больше вообще, чем вот эти вот ребята, которых мы получаем на старте. Так, ну-ка, с чего нам по квесту там? Так, а Морз уже в слухах шпион измаскировался под участника. Забраться в этой ситуации Ружевол изображает себя участника турнира. Достали звонить по телефону. Так, что нам делать тогда? О, пошли оттурнируемся и на этом все. значит, классный шлем разыгрывается вообще. Ширина челюсти. О, как. У шлема челюсть есть. Так, ставка. Давайте мы много ставить не будем. Вот так вот поставим и присоединимся. так, а я не хочу. Так, мы в команде играем. Тут самое главное своих вообще. Своим ненавиджить. Так, классно. что-то у меня щитат нет. Ах ты, скотина. Ах ты, скотина. Угу. Так, я, по-моему, своим накерниваю. Ну, ура, мы ломим. Гнутся шведы. Так, нет, в таких условиях стрелять мы не будем. Так, мы победили. Так, ставка. Еще. 27 принять. Присоединиться. Так, попробуем из лука пострелять. Прицелиться бы еще. все. Мы опять выглянем. О, наконец-то. Дреть такая. я еще не совсем понял дистанцию. Да, пожалуй, мы слили. Этот бой мы слили. Здоровья у меня никакого нету. А тут еще, блин, кавалерист местный. Местный Чапаев, блин. Нам. Все. А, не все. Уйти. Точно. Блин, зараза. Вот так вот слил я все. Все, я слил. Все, что можно. Все потому, что, блин, мне всучили копьяцо, а не меч. Так, а копьяцом я пользоваться не умею. Не умею я пользоваться копьяцом арену лидера. Вот обязательно надо звонить тогда, когда я делаю ролик. Вот это, блин, прям вот потрясающая вообще на самом деле фигня. Ну, вот, блин, обязательно нужно так делать. Так, пошли в таверну заглянем. Так, продать всех пленных. Так, отправиться на арену. блин, куда я? Все настроение вообще убивают. хакер гиена. Так, сейчас пробуем завербовать хакера гиену. верно, держи. Ура! Вот мы наняли спутника. теперь у нас есть спутник. Сейчас мы на него посмотрим. Так, отряд! Вот он. Значит, его нужно будет одевать, обувать, кормить, поить и всячески развлекать. все, все, Кирыч, я пока заканчиваю запись, потому как я не уверен про то, что у нас получится соединить две части. В общем, буду надеяться на лучшее. субтитры субтитры субтитры